Больше всего мешают человеку его привычки обдумывать слова и обстоятельства жизни всех своих встречных, а не их действия. Когда человек соприкасается с действиями другого, он сам вызывает в себе действенные эмоции. Но когда он лишь передвигает с места на место умственные построения другого, он сам живет только той частью своего сознания, где царят реакции ума. Ум или рассудок не защищает ученика ни от разложения нервной системы, ни от утомления, ни от старческого слабоумия. Засилие рассудочности изнашивает организм, который может процветать лишь в творчестве, при котором гармонично сочетаются ум, сердце и дух. Тогда он истинно живет. Тайное ясновидение — это любовь, дух, мудрость, начавшие действовать в сознании человека с пробуждением силы кундалини. Эти силы проявляются по-разному, разными путями, и в зависимости от этого раскрываются в человеке ясновидением или яслослышанием, или новые творческие таланты. Но путь раскрытия всегда один. Сила неведомого духа не сходит в сознании человека. Путь прост, действия легки. Но целомудрия мысли, как результат света в себе, приходит к тем, кто не радости для себя искал, но верности учителю. В конкорде Евгения Вдонтарова «Две жизни».